Ян, поздравляем вас со второй победой. Каково это после нескольких ничьих в начале и вдруг две подряд, как вы ощущаете себя и какие ожидания от окончания турнира? Спасибо. В любом случае лучше, чем если бы это было 7 ничьих подряд. Хотя я такого варианта вообще не исключал. Ну, вчера мне, конечно, немножко повезло, потому что, ну и в принципе, ну, Адам задавил в принципе в основном, ну и как бы в конце, наверное, не обязан был проигрывать ладейнику. Но все-таки там от него какая-то уже требовалась точность. Но сегодня просто была боевая партия, то есть у меня был какой-то момент, была возможность повторить ходы, но я как-то подумал, что это будет молодушно, и все-таки очень интересная позиция боевая. И так, более-менее те варианты, которые я считал, меня устраивали, так что я решил продолжить борьбу, но вот это наконец-то окупилось. Просто обычно, когда отказываешь от повторения, потом проигрываешь, а тут вот наоборот. Как вы нашли ход Ж4, но вы нашли его за доской, и что именно вы считали после него? Ну, меня немножко Виша удивил постановкой дебюта, ну в том плане, что нормально играет, конечно, просто пойти там С5, вместо вот А6 С5, конь С6, ну получается обычно равная позиция. А А6 слон Д6, ну, на мой взгляд, получился переход, ну, почти очень похожий по структуре, в один из вариантов, так называемый, ну, такое английское начало, против славянской защиты так играют. Играют кони Ф3, С4, Е3, конь С3. Там, соответственно, пешка у белого-черных стоит на С6 в этих же структурах. Потом они где-то еще прислушившие играют А7, А6. И вот там же Ж4 довольно интересная идея всегда. И здесь я подумал, что окей, если пешка Д5, по крайней мере, не защищена, то, по крайней мере, пешек будет поровну, это должно быть, ну, уж точно не хуже, чем там, если честно. Ну, и более того, в принципе, по стилю против Виши, конечно, хочется ему ставить проблемы, желательно против короля, потому что, конечно, в обычных позициях его очень сложно переиграть. Он рукой играет замечательно, и, в принципе, изначально, конечно, при прочих равных хотел бы довольно острую позицию получить, но мне в дебюте немножко повезло, что сыграл я не Е4, сыграл довольно спокойный вариант. Вот, но это получилось все довольно удачно. Ну, уже Ж4, в принципе, я довольно быстро принял решение, потому что, ну, я как раз, когда он пошел А6, я еще не понимал, что он хочет, но после слома Д6, в принципе, я уже наметил, что слома 2-0, я просто пойду Ж4, ладья Ж1, ну, и, как бы, наверное, ну, по-человечески убил, должно быть очень неплохо. Вы не могли бы объяснить ход А3, который, ну, настолько красиво выглядит за доской, это как выжидающий ход, или какова его идея? Ну, на самом деле, несложно убедиться, что позиция у черных практически суксванг, то есть у них им усилить точно ничего нельзя, ходит только пешка С, а любой ход конем и ладью приводит к большим проблемам, вот, поэтому, ну, я сначала пошел вот конь Е6, ладья Ф7, и здесь я начал считать варианты, идея была, что пойти на ладья 7, конь Д8, ладья Ж7, ладья Ж1, теперь ладью бить нельзя, ввиду матов дохода, ферзь Ф8, конь Ф7 мат, но есть суперход конь Ж4, и после конь Ж4, аж Ф2, очень сильная контрыгра, и, видимо, у черных можно может быть уже, ну, не сильно хуже, и хорошие шансы на ничью, поэтому я хотел вызвать ход С5, вот, ну, либо С6, чтобы на конь Ж4 иметь ход ферзь Д6, с угрозой дать мат ферзи Ф8, конь Ф7, и заодно прикрыть поле Д3, то есть это очень, мне показалось очень симпатично, и, ну, я тоже, в принципе, у меня вообще было ожидание на А4 сразу по Т3, но тогда я еще не понимал, зачем мне этот ход, нужен он мне или нет, как бы я выбирал редакцию, потому что, конечно, на вид, наверное, и ладья Б1 должен заканчивать игру, ладья Б1, ну, жертва качества за то, чтобы забрать коня Ф6, и вот, очень много пешек, но я подумал, что, пешка Е4 там может уцелеть, как бы, будет, может быть, не так просто выиграть, потому что все-таки король на Е2, он в такой сетке, не матовой, но в сетке для вечного шаха очень, очень такой, годной, вот, ну, поэтому, ну, в принципе, да, то есть у черных очень много, очень мало ходов, которые не ухаживают их позицию, поэтому А3, ну, со всех точек зрения оказался успехом, удачным ходом, ну, не знаю, что говорит компьютер, но мне кажется, ход, наверное, ничего не портит. Позади вас как раз фотографии двух соперников, которых вы обыграли вчера и сегодня, и Виши, и Микки, а следующий, наверное, Магнус, как вы настраиваетесь на партию против него? Ну, с Магнусом всегда очень интересно сыграть, вот такие, очень сильный шахматист, в первую очередь, да, чемпион мира, ну, как настраиваюсь, я думаю, что так же, как и на все остальные партии, то есть нужно сыграть как можно лучше. Ну, так как вы сейчас лидируете, у вас какая-то есть определенная стратегия на последние два тура? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. У вас была какая-то тактика с самого начала, и вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Удачи вам, спасибо. Спасибо.